Здравствуйте, Айтанхан. Здравствуйте. Традиционный вопрос. Чем вы тут занимаетесь? Театром. Что за театр? Мы показываем представления различные. Этот театр называется АДО. Первый независимый театр Азербайджана. Можно погромче? Да. Этот театр называется АДО. Хорошо. Первый независимый театр Азербайджана. То есть здесь вы можете найти очень классные представления. Может шокивающие иногда, может смелые. То есть ваш театр независимый? Да, он независимый. Получается, что остальные азербайджанские театры все зависимы? Я не говорю об остальных азербайджанских театрах. Вы же о нашем театре задаете вопрос. Хорошо, хорошо. Значит, я отвечаю только за АДО. Отвечаете. Я думал, Эльмин отмечает. Отвечаю на вопросы за АДО. Хорошо. Я шучу. Айтанхан, вы давно в труппе? Так, давайте я подумаю. Где-то примерно год. Я в 2016 подключилась. Наш журнал называется Таныш Олак. Окей. То есть я пришел с вами познакомиться и познакомить вас с моими читателями, зрителями. Хорошо. Не возражаете? Нет. Тогда расскажите о себе. И поподробнее. Хорошо. Насколько подробно? Да, хотя бы начиная где-то после шестого класса. Окей. Ну, после шестого класса я когда-то перешла в гимназию искусств. Я училась. Я хотела стать пианисткой. Хорошо. Да, но потом как-то все очень резко поменялось. И в один прекрасный день я просто все это бросила. И решила пойти в социальные работники. Но потом я поняла, что это не мое. И долго искала себя. И потом я вдруг нашла этот театр. И теперь я здесь. Как это вдруг? Окей. В один прекрасный вечер. Мы из группы иностранцев пошли смотреть Мимоду. Это было первое представление, которое я увидела. Первое представление Аду. И после этого я просто влюбилась в это представление. И я смотрела на Эльзу и думала, вау, как здорово. Я смотрела на Эльнину и думала, вау, как здорово. Как классно они играются. И очень хотелось бы быть на их месте. Прошло некоторое время. Я просто написала на страницу. Меня пригласили. И все, пошло, поехало. Вы все-таки перескочили через этапы моего вопроса. Какой этап? Я просил где-то после шестого класса. То есть образование. Где вы учились? В гимназии искусств, я сказала. Хорошо. Я училась в гимназии искусств. Нет, меня интересует, вы владеете английским языком. Это все-таки не с неба упало, я думаю. А, да, вы правы, я забрала права. Ничего. Я просто обучалась год в Швеции, поэтому я туда английский. Я была exchange student. А как вы попали в Швецию? Ну, тогда была программа. Я не помню точно, как она называется. Или Neos Palm, что-то такое. И социальных работников просто отправляли на год в Швецию. Была такая возможность. Если ты знал хорошо английский, если ты разбирался в своей специальности, то это был шанс. То есть я подходила под все критерии, я поехала. И обучила там именно английский язык? Нет, я была социальным работником. В разные курсы были. Социальное дело, гендер, социальная политика и так далее. Много курсов было. И шведский немного изучила. Шведский не знаете? Очень немного, очень мало. То есть несколько слов буквально. Понятно. Как в семье? Нормально. В каком плане как? Поподробнее. Что именно? Вы же в искусство все-таки попали, наверное, под каким-нибудь веянием. Нет, мать и отец у меня инженеры. Инженеры, да. Но у меня Доффи Кули, он наш родственник, музыкант, так что он к театру никакого отношения. Так театр никто не занимался у нас. Нет, не обязательно театр. Я имею в виду сферу искусства. Он, кажется, я не знаю, с маминой стороны какой-то родственник. Больше у нас, да, занимаются искусством, но так особо, то есть близких. То есть мама и папа у меня инженеры. Так что я не думаю, что я не знаю. То есть отец с детства хотел, чтобы я была пианистом, например. Он мечтал об этом, но я не стала пианистом. Мне говорили, что у вас очень разносторонняя функция ВАДО. Нет. Всем, наверное, я не знаю. Вот, значит, они правы. Если нужна помощь, если пофоткать надо, фоткают. Если надо свет переключить, там свет подать или музыку подать. Стакам воды принести, да? Ну, если кому-то надо, то да. Хорошо. Айтан Хану. Да. Расскажите о сегодняшнем спектакле. Он как раз скоро начнется. Мне вот надо идти готовиться к нему. Это новый наш спектакль. Премьера состоялась недавно совсем. Он называется «Геоиданич Панан Виштю». Да. Так. Кто актер? Эльмин, конечно, Эльмин Ведау. Да? Да. Постановщик. Он же. Он же. Да. Хорошо. И сам же, наверное, в главной роли. Нет, он не в главной роли, как вы уже видели. Вы видели этот? Нет. Нет. Как раз увидите. Нет, он не в главной роли. В ролях я, Нурлан, Кемран и Эльгюн. Я не буду очень много рассказывать об этом, потому что зрители и зрители, которые не видели... О процессе подготовки. Зрители, которые не видели, им будет неинтересно, если я много расскажу. Лучше приходите. Лучше приходите и сами все увидите. Я уже здесь. Тогда давайте пойдем уже на опаздывание. Нет, говорите, приходите. То есть вы приглашаете население города Баку, моих зрителей, моих читателей, посмотреть именно этот спектакль. И остальные спектакли. Все спектакли. Приходите хоть на каждый спектакль. Хорошо, хорошо. Я постараюсь взять приемлемую рекламу. Отлично. Спасибо, Анатолий. Вам спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok